Здравствуйте! Это НашНовосибирск. Программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме во дворе в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Будут ли менять в городе лифты за счет средств на капитальный ремонт? И не поздно ли еще воспользоваться бюджетной поддержкой? Как изменится трамвайное движение на левом берегу? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Проверять теплосети на прочность завершат 12 августа. Об этом заявили в департаменте энергетики ЖКХ. Сегодня закончилась вторая часть испытаний зони ТЭЦ-4. Энергетики уже проверили больше 80% городских сетей и обнаружили около 700 дефектов. Практически все успели устранить. А с 13 июля начались испытания в зоне ТЭЦ-2. Они продлятся максимум до 22 июля, причем на этот раз без отключения горячей воды, если только обойдется без порывов. Испытания мы еще больше между собой раздвинули. Видите, уже середина июля, а испытания еще у нас продолжаются специально, чтобы сконцентрировать усилия и персонала, и техники, чтобы можно было все силы на испытываемый этап направлять и материалы, и технику, и людей. Подготовка к предстоящему отопительному сезону идет с опережением графика. Треть работ выполнили. Отдельное внимание к проблемным котельным. Есть котельные, находящиеся в зоне особой ответственности. Вот по таким котельным будет спланирована выездная работа. То есть поедем на объект, посмотрим, поговорим с руководством, поймем, в чем болячка и каким образом эту болячку нужно лечить. Жильцы нескольких десятиэтажек в Калининском и Кировском районах рискуют в скором времени увидеть на своих лифтах вот такие объявления. Подъемники вот-вот отслужат 25-летний срок, после чего Ростехнадзор имеет право их попросту отключить. Хотя собственникам предлагали заменить устаревшие лифты, оплатив всего треть от стоимости работы. Остальное за счет бюджетных денег. Но, похоже, люди понадеялись на авось. Можно ли еще что-то изменить? Об этом в нашем материале. В этой высотке лифт пришел в негодность два года назад. Говорят, сгорел. Деньги на модернизацию собственники сдавать отказались. Все это время люди поднимались пешком. Причем на верхних этажах здесь живут в основном пенсионеры. Бабушка беленькая какая-то потихонечку с передышками передвигалась. С девятого на первый пешком. Такая одна у нас вообще собака. У нее собака старая. И приходилось собаку еще в сумочке таскать. А сейчас все прекрасно. Новый лифт появился совсем недавно. Несколько лет потребовалось управляющей компании, администрации, депутатам и юристам, чтобы убедить собственников войти в программу модернизации. Увещевать жильцов приходится регулярно. Похожая ситуация складывается в доме по соседству. Это ужасно. Надо менять было еще 10 лет назад. Иннокентий возмущенный. Готов сдавать по тысяче рублей в месяц, чтобы подниматься и спускаться без риска для жизни. Но таких, как он, в этом доме единицы. Например, Андрей старым лифтом вполне доволен. Честно говоря, наверное, еще подумаю. То есть я не готов, наверное, буду сдать эти деньги. То есть у нас, в принципе, лифт это еще в нормальном состоянии. Председатель совета дома разговаривать с соседями устал. Отказ платить за новый подъемник здесь объясняют просто. Это удар по семейному бюджету. Поэтому ни на очном собрании, ни на заочном необходимое количество подписей не собрал. Я за модернизацию. Но я пока работаю. А вот он, пенсионер. Вот он один будет. Вон они, пенсионеры. У нас всего 22% за модернизацию, а остальные все против. Потому что люди платят за капремонт. Только в этом году срок службы заканчивается у 500 подъемников. К замене половины из них уже приступили. 26 лифтов собственники менять либо отказываются, либо еще не решили. С ними сейчас общаются персонально. Если убеждение не подействует, уже в начале следующего года жителям 7 домов придется ходить пешком. Действительно ли заменить лифты можно будет по программе капитального ремонта? И есть ли еще возможность воспользоваться бюджетными субсидиями? Об этом говорим с начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергеем Клистовым. Сергей Александрович, в конце прошлого года, помнится, мы с вами в этой студии сидели, разговаривали об итогах 2014 года для сферы ЖКХ. И вы тогда сказали, что несмотря на сокращение бюджета удалось спасти практически единственную программу. Это замена лифтов и вот это муниципальное софинансирование. А сейчас получается, что оказывается не все спешат ею воспользоваться. Вот почему так случилось с стороны собственников, как вы думаете? Ну давайте, программа по замене лифтов с 2005 года существует и окончание ее в 2015 году, вот в городе Новосибирск. В 10 лет? В 10 лет. За это время было заменено, я вот посмотрел точная цифра, 3931 лифт, вот по прошлый год. В этом году у нас эта программа заканчивается, 504 лифта, жители платят 30%, областной бюджет 20%, потому что это вообще и областная программа тоже, и городской бюджет платит половину, 50%. Сергей Александрович, чтобы было понятно, ну ясно, что дома разные, да, но если взять, скажем, стандартную девятиэтажку, да, вот о какой плате идет речь для каждого собственника? Допустим, у меня там двухкомнатная квартира такая стандартная, сколько я буду каждый месяц платить за то, что у меня есть новый лифт в доме? Лифт стоит вот в настоящее время, ну почти миллион 400 тысяч, это замена его, поставка самого лифта, значит, собственно, с завода-изготовителя и монтаж его, ну вот без малого миллион 400. Дальше все пропорционально площади, занимаемой жителем и рассрочки, там бывает годовая оплата, вот сейчас мы договариваемся с заводом, мы же заводом, все эти деньги перечисляем, там полтора года, ну в этих пределах где-то 15-20 рублей с метра квадратного ежемесячно, вот на среднюю квартиру, вот такие платежи. То есть это даже, может быть, меньше тысячи, вот об этой сумме идет речь, которую не хотят платить собственники? Ну это суммарно тысяча, вот, ну вот миллион 400 можно раскинуть, там, если девятиэтажка, значит, с учетом того, что платят все, в том числе и первый этаж, как им не обидно, но законодательство так выстроено, в том числе собственники нежилых помещений. Сергей Александрович, а вот правило, по которому после 25 лет службы лифта его могут отключить, это такая страшилка для собственников или подобные случаи уже были в городе? Это не страшилка, это закон, это постановление правительства. И в Новосибирске такие случаи были. Вот в прошлом году у нас от программы этой отказался дом Зорге 129-2, там три лифта. Собственники отказались и протокол представили, что мы против этой модернизации. Проголосовали 95% против. Лифт остановлен был. Всегда бы так голосовали дружно. Да, Ростехнадзор, он следит за этим. И сразу же начались жалобы. До президента бездушные чиновники остановили лифт. А после того, как люди походили пешком, у них возникло желание поучаствовать в замене лифта? Сразу же они переголосовали. В этом году им вот лифт меняется. Сергей Александрович, многие жильцы надеются, что работы по замене лифтов включат в региональную программу капитального ремонта. И за счет средств на капремонт они отремонтируют лифты. Зачем тогда им сейчас тратиться? Вот насколько это реально? Дальше это переход в программу капитального ремонта, которая сейчас вот действует. И там тоже заменная лифта также в этой программе. Но там уже, значит, свои порядки. Там все за счет собственников. И там все по срокам. И вот этот переходной момент, он самый такой неприятный, чреватый. Вот в следующий год у нас 138 лифтов подходит. А пока очередь не подойдет, значит, лифт будет остановлен. А если жители хотят, чтобы все-таки лифт работал, то тогда уже 100%. Платить им нужно ускоренными темпами собирать. Вот уже 100%. Ну вот таково законодательство. Я подозреваю, что когда включат работы по замене лифтов в план капитального ремонта, в программу капитального ремонта, это будет одна из самых дорогостоящих работ вообще на доме. Да. Если вот по сегодняшним ценам 1,4 млн подъезд, один лифт мы говорим. Да. Если, допустим, с крышей сравнивать. Ну, крыши у нас тоже типовые цены, примерно, тоже известны. Это капитальный ремонт крыши над двумя подъездами. А вот у собственников, которые до сих пор не приняли решение менять лифт при поддержке бюджетов, могут ли они принять это решение? Не поздно ли сейчас? Сейчас не поздно. Но необходимо его принимать, ну, не позднее, где-то вот начала августа. Пока проголосуют, пока там документы будут, пока контракты. Чисто технологически это два месяца. Ну, плюс, наверное, вот месяц надо брать еще на формительскую всю эту работу. Так вот, если я, скажем, председатель совета дома, надумал поставить лифт в последний момент, что мне для этого нужно сделать? С чего начать? Вынести на голосование. Мы готовы помочь прийти, разъяснить. Администрация районная, в основном это у нас Калининская, это районы сконцентрированные. Готовы помочь прийти. Управляющие компании готовы поучаствовать, разъяснить и помочь. Ну, в первую очередь, это решение вот именно актива этого дома. А дальше убеждать, значит, своих жителей, чтобы проголосовать. Я понимаю, сейчас пара летняя наступила, вот, зашли с такой, и сейчас еще нужно собрать и проголосовать, большинством проголосовать, большинством две трети проголосовать, не просто так. А надежды, что вот нам потом бесплатно, ну, бесплатного сегодня ничего не бывает. К сожалению. Спасибо, что пришли в студию, спасибо за ваше разъяснение. А я напомню о том, будут ли менять лифты за счет средств на капремонт, и не поздно ли воспользоваться бюджетной программой, чтобы обновить подъемники уже сейчас, мы говорили с начальником Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергеем Клистовым. К микрорайону Чистая Слобода, что на левом берегу, начали прокладывать трамвайные пути. Новая ветка решит проблему доступности района и даст возможность объехать пробки в часы пик. Еще одно новшество. Уже к концу месяца вагоны с улицы Вертковской смогут поворачивать в сторону площади Маркса. Этого поворота здесь ждали почти 20 лет. Подробности в нашем материале. Изготавливаем крюсторину для движения трамваев. Обеспечиваем для города движение. На пересечении Вертковской и Сибиряковых гвардейцев трамваи пока не ходят, но это ненадолго. Уже к концу месяца, как обещают ремонтники, по обновленным рельсам пустят вагоны и не только в привычных направлениях. На этом участке прокладывают пути с Вертковской в сторону Маркса. Ее протяженность почти 400 метров. Работы обошлись городу более чем в 14,5 миллионов рублей. Трамвай номер три пока уберут и пустят здесь шестой маршрут, который станет удобнее за счет нового поворота. Его пытались уже делать, вы можете видеть, по рельсам, которые уже пытались проложить когда-то 20 лет назад. Но тогда не удалось ее запустить, потому что уклон большой, перепады большие. Но сейчас мы уверены, что это сделаем и постараемся, учитывая, что неудобство горожанам, сделать побыстрее, раньше сроков. То, что невозможно было сделать 20 лет назад, теперь позволяет осуществить усовершенствованные методики расчетов и компактные стрелочные переходы. Участок давно требовал реконструкции. Маршрутам, проходящим здесь, не хватало маневренности. Совершенствовать трамвайную сеть левобережья начали еще в прошлом году. Главная цель всех работ – открыть дополнительные короткие маршруты, чтобы жители отдаленных районов смогли добираться до метроплощадь Маркса быстрее. От новых домов на западном жилмассиве до автобусных остановок идти далеко. На выезде из микрорайона постоянно образуются пробки. Выход из положения – продолжить трамвайные пути. Развитие легкорельсового транспорта, трамваев, получило в последнее время во всем мире новые стимулы для развития. Ситуация показывает, что такой транспорт очень интересен в городах. Доль улицы Титова проложат более двух километров путей до улицы Порт-Артурской. Также построят кольцо для разворота. Пока здесь отсыпают песчаное основание. Все работы планируют завершить через год. Их стоимость оценивают в 81 миллион рублей. Хозяев собак пытаются приучить цивилизованно выгуливать своих питомцев. В Новосибирских дворах установили уже полсотни вот таких специальных урн для фекалий и столбиков для меток. Их производит одна из местных компаний. В так называемые док-боксы можно выбросить собачьи экскременты, пакетики прилагаются. А столбики для меток вообще инновации чистой воды. Их придумали в бизнес-инкубаторе. К ним собак привлекают с помощью специальной жидкости. Ежедневно в Новосибирске оседает 300-400 килограмм собачьего экскремента. Умножая на количество дней в году, там страшная цифра. Учитывая, что собаки, если вовремя не привить, она получается как источник инфекционных заболеваний. То есть гельминты распространяются на детских площадках, если не воспитан собаковладелец. Пока такие приспособления устанавливают в новых микрорайонах. Жители старых жилмассивов не столь сговорчивы. Хотя, к примеру, один металлический док-бокс стоит не более 20 тысяч рублей. В расчете на всех владельцев собак многоквартирного дома цена цивилизованной прогулки невелика. И последнее. В Новосибирске выбирают самые ухоженные и красивые дворы. Ежегодный конкурс уже прошел на районном уровне. Теперь эстафета перешла к городскому жюри. Хоть и называется конкурс «Зеленый двор», однако комиссия обратит внимание не только на разнообразие цветов, кустов и деревьев. Победу отдадут только тем, кто сможет удивить нестандартными дизайнерскими решениями. И такие примеры уже есть о них в следующей программе. А у меня на этом все. Напоминаю, задать свои вопросы и предложить темы для следующих выпусков программы вы можете по телефону редакции 346-5003. Всего доброго. Увидимся ровно через неделю в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова